Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ у книги Великий Музей Мира. Сальвадор Дали, Великий Мастурбатор. 1229 год, холст масла 110 на 150. В творчестве Дали художника 1229 год был переломным. В Париже состоялось 8 сеансов его совместного с Брунелем фильма «Андалузский пес», а затем персональная выставка в галерее Гуэмонса, предисловие к каталогу, который написал отец сюрреалистической группировки Андрея Бритона. Там значилось, что Дали предстает человеком, мечущимся между талантом и гением, или, как сказал кто-то в прошлом веке, между пороком и добродетелем. Летом же произошла встреча мастера с Галой Элюар, Еленой Девулиной Дьяконовой, его будущей женой Музой. Осенью после отъезда Галой Дали написал эту картину мучимым эротическим бредом, в котором включались и ясные видения орального секса. По словам художника, он пытался выразить в ней чувство вины существа, полностью лишенного жизни из-за активной мастурбации, нос, достающий до земли и отвратительный фурункул на нем. Каждый раз, когда я извергал сперму, я испытывал чувство вины за то, что тратил ее впустую. Великий мастурбатор стал частным персонажем различных композиций Далии, одним из его архетипов, позволяющих скрывать по Фрейду глубоко запрятанные страхи и навязчивые идеи. Живописец использовал здесь форму одного из камней мыса Креус, место, вдохновляющее его своими геологическими фантасмагориями, природным сюрреализмом. Ну вот такое описание к работе Великий мастурбатор Сальвадор Далии, 1929 год, описание по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok